Продолжаем говорить о рекламных постах. Этот способ пассивной рекламы или рекламы на автомате многим очень нравится. Особенно людям, которые боятся какого-то негатива, а он всегда будет при общении с людьми. Чудес не бывает. Этот способ не требует от вас никаких глубоких технических навыков, он требует просто-напросто времени. И у этого способа есть такое логическое развитие. Вы можете размещать рекламные посты о предстоящем мероприятии не только у себя на стене, а и на других страницах в социальных сетях, то есть на чужих страницах. Можно даже размещать на страницах ваших друзей, если у них открытая стена. Но в первую очередь, конечно, размещают в группах. Группы – это сообщество людей, собранные по интересам. И в группе также можно размещать информацию, если у этой группы открыта стена. Но чаще всего стена в группах закрыта. Вот я сейчас перейду в группу. Вот видите, у этой группы закрытая стена, то есть нет возможности что-то опубликовать. То есть здесь публикует только владелец этой группы. А вот группа с открытой стеной. Есть раздел «Напишите что-нибудь». Таких групп с открытой стеной достаточно много в фейсбуке. Те, кто пользуется фейсбуком, рекомендую использовать способ рекламы в тематических сообществах. Вам необходимо перейти на свою страничку в фейсбуке, открыть кнопочку «Еще» и выбрать раздел «Группы». Вот откроется список групп, в которых вы состоите. Для того, чтобы публиковать информацию, необходимо быть участником тематических групп. Я сейчас найду какую-нибудь тематическую группу для примера. Вот, например, «Гринвейвскую группу». Открою эту группу. Лучше это делать правой кнопочкой, чтобы список групп у вас оставался в одном окне, а сама группа открывалась в соседнем правой кнопочкой и открыть в соседней закладке. Вот у меня появилась группа «Гринвей» на отдельной страничке. Обратите внимание, это группа с открытой стеной. Что у вас нового, Игорь? Щелкаю в этот раздел и делаю то же самое, что я делал на своей страничке. Вставляю текст своего рекламного поста, добавляю картинку, и нажимаю «Отправить». Пост появляется на стене этой группы. Но этот пост о старом мероприятии я просто возьму вот так вот, удалю и оставлю одну ссылку. Все, нажимаю «Отправить». Вот, посмотрите, так как группа с открытой стеной, мой пост сразу появился на стене данной группы. Нажимаю на кнопочку «Нравится» и на этом работа с данной группой у меня закончилась. Если группа активная, но про эту группу такого не скажешь, целых 99 участников, но иногда в маленьких группах идет повышенная активность. И, например, такая небольшая группа, но недавно созданная и активно продвигаемая участникам, может принести вам больше просмотров и переходов, чем большие группы. То есть, все это нужно тестировать. Разместил публикацию в одной группе, закрыл эту вкладочку, вернулся на вкладку с группами и продолжаю двигаться по своему списку групп. Опять же, открываю группы тематические и проверяю, открыта ли у них стена, либо закрыта. Вот опять же, что нового? Значит, стена открыта, вставляю, размещаю. Это очень хороший способ размещения информации о предстоящем мероприятии. Но, если вы будете использовать этот способ, пожалуйста, помните о следующем. Размещать абсолютно одинаковые посты, как делают некоторые во всех группах, это работа в некуда. То есть, эти посты будут удаляться самим фейсбуком. То есть, пост в группе может удалить администрация, но одинаковые посты будут удаляться самим фейсбуком. Поэтому, ваша задача полностью менять текст или по максимуму менять текст. Это можно делать только одним способом. Прежде чем переходить к публикации информации в группах в вашем текстовом редакторе, напишите несколько вариантов рекламного текста. Сделайте 4, 5, 10 вариантов текста в зависимости от того, какое количество групп вы хотите охватить. Больше чем в две группы одинаковый текст размещать нельзя. В идеале, одна группа, один текст. В интернете существует достаточно много ресурсов рандомизации текста. Если вы в Яндексе сделаете запрос рандомизации текста онлайн или бесплатно, Яндекс найдет вам множество сервисов, которые позволяют вам на основе одного текста, записанного по требованиям этого сервиса, для этого вам придется использовать фигурные скобки, в которых вы будете писать. Вот так вот. Записали текст в таком формате, прописали несколько вариантов слов, нажали рандомизировать. Сервис вам сделает несколько вариантов этого текста. Видите, у меня тут только один вариант изменения, поэтому он мне сделал только три варианта текста. Если у вас вот таких вот вставочек по тексту будет 5, 10, 20, то вы получите колоссальное количество вариантов различного текста. Ну и, конечно, добавляйте эмоции. Если вы иссякли с идеями по рандомизации, можно использовать очень простой, но очень эффективный способ рандомизации. Это замены похожих по начертанию русских букв английскими. То есть, заменяйте, например, R русскую на P английскую, A русскую на A английскую, O на O английскую и так далее. То есть, вы будете получать в глазах фейсбука, роботов фейсбука, это абсолютно разные тексты. Ну и, конечно, картинки. Вот вы, наверное, теперь уже понимаете, почему я делаю несколько вариантов одной и той же картинки. Ну, для того, чтобы размещать в нескольких группах и не получать никаких банов со стороны фейсбука. Вот такой способ продвижения мероприятия. Этот способ, еще раз повторюсь, достаточно простой. Этот способ может быть автоматизированным. Вот, например, один из очень популярных на данный момент сервисов, SMM Planner, он начинался именно с услуги автоматического размещения постов в группах фейсбука. Именно с этого этот сервис приобрел такую массовую популярность в рядах интернет-сообщества. Сейчас они занимаются размещением публикаций не только в фейсбуке, а еще во множество других социальных сетей. Ну и, конечно, для фейсбука не так много, но есть достаточно эффективных программ. Одно из них, которое я вам показываю, она даже абсолютно бесплатная. Эта программа позволяет в автоматическом режиме выполнять какие-то операции в фейсбуке. И есть, естественно, блок рассылки. То есть личные рассылки и рассылки по группам тоже в дальнейшем можно использовать. Но убедительная просьба. Все эти сервисы требуют и знания, и денег. Все программы, они в большинстве случаев требуют то же самое. Начинать с этого я вам не рекомендую. Пожалуйста, проделайте несколько раз работу руками. И только после этого начинайте ее улучшать. Рекламные посты – это все-таки способ пассивной рекламы или рекламы на автомате. Если вы хотите выйти на результаты, то нужно заниматься личными приглашениями. То есть нужно общаться с человеком один на один, отвечать на какие-то его вопросы, перейти к личным приглашениям. И как делаются личные приглашения в интернете, этому посвящен наш следующий урок. Продолжение следует...